Слово закрепить на экране. Да, вот Елена с Владимиром. Слышно меня? Да. Отлично. Хорошо. Нам главное, чтобы у нас не было включено параллельно больше, чем два микрофона. Поэтому я вот так по списку все, кто у нас подключены. Для всех участников скажу, кто через компьютер с нами сегодня присоединился. Справа есть панель. Три точечки нажимаете. Там можно посмотреть список участников и чат. Смотрите, как у нас будет все проходить. Я буду по очереди включать микрофон. Тут я смотрю. Думал, что в алфавитном порядке. Да, вроде был в алфавитном порядке. Все подключены. Все участники, подготовьте вопросы. Подготовьте вопросы ваши. Желательно работы, которые вы успели сделать. Даже если вы не успели сделать работы, должны были успеть сделать тюльпаны и подснежники. Даже если вы не успели, все равно принимайте участие в дискуссии. Подготовьте веб-камеру у себя. Так, вот смотрю, Аллочка у нас тоже с микрофоном. Сами микрофоны не включайте без надобности, потому что могут быть технические моменты. Давайте начнем. Опять же, если какие-то есть вопросы, вы можете спокойно сказать или написать в чат. Так, а меня видно? Не слышно. Да? А я вас не слышу почему-то, Лену с Владимиром. Не слышу. Можно вам что-то сказать? А, вот сказали. Отлично. Так. Давайте начнем с того, к чему мы вообще здесь собрались. У нас стартовал долгожданный марафон цветочный, где мы предложили всем участникам, используя видеоуроки Елены и Владимиром по написанию шести портретов цветков, написать свои цветы и поучаствовать в розыгрыше ценных призов. Мы об этом всем уже много раз говорили, поэтому сегодня уже конкретней будет. Главная задача в чем? Главная задача... Так я тоже могу очки надеть. У нас сегодня такое солнце в Одессе. И вот единственный момент, что я не понимаю, почему я себя не вижу. Видно ли меня? Сейчас, одну секунду. Центр и внимание. Мозаика. Ага, вот мозаика. Так, Танечку вижу. Ага. Да, уважаемые участники, можете, конечно, свои камеры включать. Будем рады вас видеть. А микрофоны я включу уже по очереди для каждого. Так, мозаикой. Можно действительно лучше мозаикой. Так, хорошо. Я передаю слово Елене с Владимиром. Такое короткое отступительное слово, после которого я будет говорить у нас Анна Митина. Подготовьте вопросы. Мы примерно рассчитываем в среднем по 5 минут на человека. Вот, поэтому давайте сейчас в процессе разберемся. Так, Елена с Владимиром. Что вы скажете нашим участникам? Скажем, приятно, если бы. Поздороваемся со всеми. Да. Я отключу пока микрофон, чтобы не мешать. Всех приветствую в Центре Современного Искусства Ауру. И вот мы с Владимиром хотим вам сказать, что спасибо, что вы к нам подсоединились. Потому что рисование цветов, это может быть, как вам сказать, почти самым главным уроком обучения у природы. Вот сколько мы в жизни рисовали эти цветы, да, начиная с художественной школы, из училища, с института. Но, чтобы понять, кто такой цветок, живое существо, да, его портрет, чтобы его, ну, как бы осознать, что мы рядом с ним тоже, знаете, вот человек растет и цветок растет. Чтобы понять, что это живое существо имеет право быть произведением искусства, это надо было рисовать сколько времени? 50 лет, как мы с Володей уже рисуем. И вот мы счастливы, что вы подсоединились к правильному изучению цветов. И что вы рисуете их, каждый со своей эмоциональной территории, да, цвета, наклона цветка. Но в основном со степенью обучаемости, чтобы каждый из вас понял, из чего состоит этот цветок. Как он, как к нему идут эти соки из земли, как он расцветает, как он привлекает этих пчел, да, и как он аромат несет, да. Ну, в основном у Леонарда, да, научились рисовать цветы? Ну, мы учились тому, какой методикой он владел, прежде чем нарисовать цветок. То есть он его разбирал, да, метод. Да. Изучить сначала предмет, изображение, препарировать его, разрезать, а уже только после этого визуализировать его образ. Он же сверху красивый, да, очень красивый. Аромат у него прекрасный, да, и под наклоном природных явлений он меняется. Сначала он бутон, потом он чуть-чуть открывается, и потом при самом раскрытии он дает волю своим кличинкам, пестикам, чтобы они могли дальше эти цветы размножаться, да. А потом раз отслужил, и начинает засыхать, и опять в землю, вы знаете, стебель опять в землю уходит. То есть на месте его вырастают новые цветы. То есть те люди, которые садоводы, на самом деле они очень счастливы. Один из садоводов у нас Клод Мане. Ты помнишь, что он сделал в Жаверли? Что он сделал, расскажи. Ну, он сделал простыри с лилиями, вот, и постоянно высаживал какие-то новые цветы, и рисовал их. Заказывал, чтобы ему присылали за гости. Уже в то время можно было заказывать японские всякие семена, и он заказывал, высаживал цветы, и рисовал их. Это очень здорово, конечно. Его главная задача была, чтобы вот на территории вот этого Жаверни, его, ну, такого храма искусств, там, где он развивался, он же там 40 лет, по-моему, или даже 45 лет пробыл вот в этом поместье своем в Жаверни. И у него не было ни единого дня в жизни, чтобы не расцвел какой-то цветок. И, конечно, на них он тренировал свою цветовую и цветовую, как вам сказать, мажорность. Он мажорный художник. Он, знаете, если видел желтый, так он этот желтый брал в полную силу. Если видел красный, в полную силу, но рядом с желтым, чтобы они хорошо друг с другом сотрудничали. То есть он, ведь цветы, цветы, они такие цвета нам преподают иногда, что в природе фрукты, ягоды и цветы. То есть растительность самая яркая. У них можно учиться цветоведению. И если вы напишите, допустим, букет из белых тюльпанов, вам будет легче, потому что там только будет тональный разбор. Но если вы напишите букет, вот сейчас нам если Кирилл даст, Кирилл дай нам вот этот большой букет. Если вы сможете написать букет там, где будут множество-множество разных цветов, и соединить их в один аккорд, вот тогда вы станете хорошим композитором. Мы сейчас покажем. Вот такой. Не знаю, справились мы или нет, но вы видите, мы попытались... Сейчас, сейчас. Ох. Мы попытались множество цветов написать в одном букете. Это май в Одессе. Вот. А вы, где бы вы ни жили, да, вы можете свой букет составить. Тех цветов, которые у вас, допустим, в июне или в мае расцветут. Что ты хочешь рассказать нашему студенту? Ну, это благодатная почва для развития вашего объединения цвета, для совершенствования вашего вкуса цветового. И потом полученные навыки вы можете использовать уже и в других своих работах. Будь то композиция, или натюрморт, или какая-то жанровая сценка. Но вот с цветами поработав, то, что создала природа гениальная, никогда не придумают искусственные цветы, они вызывают иногда неприятие. Вот цветы с какими-то искусственными неприродными цветовыми какими-то решениями, когда их искусственно выращивают, как бы не всегда вызывают восторг. Скажи, а могут наши студенты хорошо зарабатывать деньги, если они научатся цветать? То есть цветы всегда востребовывают. Правда? Всегда востребовывают. А какие? Розы? Как бы я больше по архитектурую, у тебя же больше цветей. Сколько было куплено за время... Розы завоевали первое место? Да, больше всего роз, вот пожалуйста. Значит, это беспроигрышно. Экзотические, кстати, не так сильно. Знаете почему? Мы не выросли вместе с орхидеями. Но если тюльпаны, это мои, да, если петушки, ну, ирисы, это мои, то есть я в них уверена в этих цветах, потому что я выросла вместе с этими цветами. А если вот какие-то заморские цветы, они как бы повод для изучения хороший, но так, чтобы они продавались, как жареные пирожки, то нету такого, да? Да. Хорошо. Общая тема понятна. Технически тоже пытаемся разобраться. У нас вообще, открою такую... Ну, это не тайна, конечно. У нас 30 участников в марафоне. Вроде бы и немного, а с другой стороны и немало. Есть другая проблема, у нас не все такие смелые, кто готов подключиться и вести диалог с нашими экспертами, поэтому будем действовать по ситуации. Кто успел подключиться, кто успел задать вопрос, окей, общаемся. Да, вот Аллочка наконец-то подключилась. Да, отлично, все. Да, смотрите, я буду пока... Я, мамалочка, отключу звук. Включаю звук Анни Митиной. Только не могу включить... Вы даже сами, Анечка, включите звук. Я почему-то не могу... Почему-то не могу это сделать. Я вот так... О, вот Анна. Да, Елена с Владимиром, вы видите Анну? Видим, но не слышим пока. Добрый вечер, очень рада вас. Здравствуйте. Здравствуйте, Анечка, слышим теперь. Задавай вопрос. Да, у меня с цветами очень все сложно. Я с ними не очень, конечно, пока дружу, но я пытаюсь вот сейчас, как вы учите, разобраться, все подробно их рассмотреть детально. Но подснежников у нас нет. Пока еще у нас сугробы холодно. Ну вот весна еще только-только вот начинается у нас. Вот, но я попыталась по вашим урокам нарисовать, попробовать. Вот сейчас покажу, если получится. Вот подснежники, если видно. Видно-видно, Анна. Ну, очень хорошая работа. Композиционный строй очень приятный такой. Такую ты нарисовала маму, папу и группу детей. Семья. Да-да-да, мне очень захотелось именно вот такую семью детей. Ну вот у меня ассоциация, как мы детей. Будем в школу сейчас собираться, просыпаться. Вот они у меня примерно так же. Ребятки, вставайте, давайте, пора уже. Отлично, молодец. О, хороший тюльпан. Тюльпаны, вот первые, такой яркий, гордый. Ну, такой он, как бы, мужской, наверное, даже. Да-да. А это вот такой вот, больше такой нежный, женский. Вот я между ними не понимаю, какой все-таки вот... Аня, и тот, и тот хороший. Ну, почему вот ты говоришь, что у тебя не получаются цветы? Посмотри, как ты правильно подходишь. Ну, надо дождаться живого цветка, чтобы рядом с тобой был живой цветок. Все-таки подожди, да? Какой вот цветок идет, тот и рисуй. Ну, если нету, значит, следуй точно за нами. Так? Смотри. Да, я пока по вашим урокам жду уже. У меня скоро должны быть первоцветы свои. Вот, да, может быть, другие цветочки. Но вот я сейчас их дождусь. И так же буду, как вы учили, разрезать, смотреть. Хорошо. Хорошо. У тебя все нормально идет, кроме одного. Не рисуем человека с фотографией. Запиши себе это правило раз и навсегда. Анюточка, да. Это у меня запасы старые стоят. Запасы старые надо будет записать другими какими-то подмалевками. Иначе... А это пастель, это пастель бумага, поэтому... Хорошо, значит, снимаем со стены то, что нарисовано с фотографии. С фотографии человек неживой, понимаешь? Это мумифицированный образ. Так что, если хочется рисовать портреты, это супер. Но сначала надо немножко пластической анатомии выучить. Потом свой автопортрет нарисовать и так далее. Хочешь, возьми модуль номер один. Мы с тобой там поговорим серьезно о твоем творчестве дальнейшем. Потому что, я смотрю, у тебя на стенах много работ. Надо будет их всех, как тебе сказать, поставить на правильные рельсы. Вот как мы с цветами работаем. С цветком, да. Не просто кидаем краску, да. А мы все-таки его рассматриваем, чтобы другие люди поняли, что внутри цветка существует жизнь. То же самое с человеком. Для того, чтобы нарисовать его внешний облик, его характер, его красоту, надо выучить сначала череп. Надо выучить пластическую анатомию. Надо знать эмоции. Надо уметь наброски делать. То есть там тоже идет пошаговое действие. Иначе опозоримся. Хорошо, если не уходить в сторону к... Цветы замечательные. Они цветы. Анечка, главный вопрос у вас. Какой вот именно по работе с цветами? Может быть, дальнейшие какие-то работы, которые будут дальше открываться, доступы. Может, у вас по ним будут какие-то вопросы? Ну вот пока, я не знаю, уроки очень подробные, очень понятные. Тут вообще прям настолько все доступно и разжевано, что прям я даже не знаю. Единственное, вот как бы вопрос не вопрос дождаться своих живых цветов, чтобы уже они были перед глазами. Тогда, возможно, какие-то появятся. А так очень все доступно. Скажи, у тебя есть хоть какой-то цветок, просто пойди на базар, возьми любые цветы и просто вот возьми, разрежь один из них, да? Пусть не из нашего состава, любой, который тебе понравится. Разрежь, посмотри, с чего он состоит. Сейчас же на базаре полно есть цветов разных, да? У нас пока, у нас север, у нас пока еще с этим очень все сложно. У вас нет базарности? Даже импортных тоже нету, не приводит. Вот импортные есть, цветочный магазин есть, импортные. Все, вот цветочный. Они прям такие там искусственные, ну не знаю, хотя они... Хорошо, возьми один импортный, чтобы ты поняла территорию растения. Растения, живое существо, которое вцепилось в землю корнями, взяла оттуда соки и по стволу своему доставила эти соки в расцветаемый венчик вот этот, раскрытый. Мне надо, чтобы ты поняла, как идут соки. Возьми хотя бы один цветок какой-то иностранный и разрежь его, чтобы ты познакомилась с самим фактом этого живого существа. И ты по-другому начнешь к ним относиться. Хорошо? Мне кажется, я уже даже по вашим урокам как-то начала переосмыслила это все и уже по-другому начала. Хорошо. Молодец. Продолжай в том же... Спасибо большое. Отлично, Анечка, спасибо. Я отключаю вам микрофон. Так, микрофон есть. Да, смотрите, кто не видит свое видео, я не знаю, как его вывести. Главное, что мы вас видим. И вы видите Елену с Владимиром. Следующий у нас Татьяна Денчева. Это, насколько я помню, София Болгария. О, боже, какая девочка. София Болгария. Сейчас я микрофон закрепить на экране. Танечка, сами включайте микрофон. Нет, не слышала. Новичёны. Почему-то не слышен вас. Я вас звук. Нет, нет, нету звука. Попробуйте перезайти. Попробуйте перезайти. Я пока дам слово Аллочке, Алла Кострома. Аллочка, сами микрофон включайте у себя на устройстве. О, здравствуйте. 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 Очень-очень рада. Я даже не верю ещё. Так волнуюсь. Не волнуйтесь. Все с вами. Не могу принять. То, что мы общаемся. На самом деле, я очень согласна с Анной. Очень подробные уроки безумно нравятся. Я прям взахлёб слушаю вас. Для меня ваша техника абсолютно новая. И я случайно как-то увидела и сразу же вцепилась в вас, потому что я вас искала. Искала именно вот то, как вы творите свои произведения. Пока у меня не очень хорошо получается. Но я стараюсь. На момент подключения марафона я потеряла немножко два дня, но не успела я сделать эту розу. Очень насыщенное время. Но я очень старалась. И я хотела спросить, есть ли у меня шанс её закончить, как бы, ну, там, к подведению итогов, я тогда предоставлю уже то, что... Но вы же не розу. Вы тюльпан, наверное. За тюльпан вы говорите. Это по Фрейду оговорка, да? Правильно, как можно. Хорошо, попали. Да, то ли роза, то ли тюльпан. У меня даже именно связано с этим изображением такое философское будет изречение к этой картине. Вот. Люблю всё. Люблю вас. Безумно. Я вас слушаю вздохлёб. Я обожаю просто вашу манеру преподавания. Очень много преподавателей в моей жизни было. И всю жизнь учусь. У меня такая патология, наверное, осложнение. Вот. И вы очень редкий человек, который умеет донести именно так подробно и качественно. Потому что параллельно я сейчас отложила обучение по другой методике на месяц именно ради марафона. Вот. И я буду очень стараться. Мне очень хочется отблагодарить вас тем, что у меня получается. Вот. Конечно. Аллочка. Я не знаю. Да. Вы молодец. Но я хочу задать вам один вопрос. Вы когда-то пробовали цветы нарисовать просто масляными красками, кистью и холст? Кисть и холст. Я раньше рисовала только портреты. 20 лет у меня опыт только портретов. В основном я портретист. Я художник, гримен, кино и телевидение. И у меня в основном связано с лицами все мое направление. То есть я мастер по татуировкам, по татуажу. Очень много связано с рисованием. То есть изначально рисование у меня ушло в профессию в разные направления. Но как художник я работала в молодости. Сейчас и всю жизнь рисовала портреты в дар. Я не рисовала цветы, я не рисовала пейзажи. И только вот последние годы я поняла, что я хочу уйти от этого перфекционизма, хочу уйти от этого фотографической идеи, как вы говорите, от прописывания. Я очень стараюсь это. И я брала разные мастер-классы, уроки. Но тем не менее я все равно графику люблю. Люблю сфумата, эффект. Но у меня нет фантазий. Мои картины, получается, либо я ворую картины у мастеров, чтобы написать в дар внукам, друзьям. С разрешением, конечно. Кого знаю, кто жив еще. А вот так, чтобы придумать сюжет, мне очень трудно, потому что я привыкла рисовать портреты, и с фантазией у меня очень плохо. Ваш марафон, мне кажется, как-то перевернет немножко мой мозг, может быть, переформатирует. И я буду стараться, мне сложно. Я купила тюльпаны, там сын искал, нашел, поставила. И за ночь у меня было три варианта подмалевка. В общем-то, в итоге я не знала окончательно, когда можно в последний срок предоставить уже работу. И предоставила то, что есть. Сегодня я немножко еще продолжила работать над этим. Если можно, я сейчас... Покажите, покажите. Да. Покажите. О, так у вас открытый, да? Волочка, что ты скажешь? Ну, чуть ближе. Ну, видно, видно уже. Видно? Да. А, да. Ну, вы сделали свой вариант тюльпана, и это очень хорошо. Скажем так, что это приветствуется, потому что полностью копирование дает какой-то навык, а если вы привнесли что-то с поё, это еще более интересно. Но у вас очень своеобразный подмалевок получился. Вот. Это из плюсов. Я, я скажу вам это, я тренируюсь, это у меня подмалевок. Сегодня это у меня уже пятый цветок. Количество должно перерасти в качество, однозначно. Что? Количество перейдет в качество, это уж точно. Да, я пытаюсь не ударяться в подробности и не прописывать это, чтобы это была фотография. Вот. Мне очень хочется уйти от своей графики и попробовать соединить ваши навыки, вашу технику. Может быть, как-то со своей, то есть что-то свое придумать. Потому что меня всегда ругают за то, что я списываю картины, но ничего своего не придумываю. Как бы бывает такое. У меня есть свои работы, да. Но опять-таки говорят, что это коммерческое искусство, что оно немножко не такое, которое называется именно искусством. Вы можете показать какую-нибудь свою работу, которая без нас написана. Есть. У меня, да. Покажите хотя бы быстренько какую-то работку. А я смогу здесь сделать? Как это сделать технически? Я не знаю. Просто снимите со стены и покажите. А, к стене? Просто на камеру. Здравствуй. Хорошо. Мы знаем, что новые. Да, да, да. Сейчас покажу. Значит, ну вот питерский ангел. Так. Это Шустров, это память о блокадниках. Видно? Да, да, видно. Вот. Но это я под впечатлением. Вот это мои кошки. Это портрет моих кошек. Так. Дальше, дальше. Кошки. Собака улыбается. Так вы состоявшаяся художница уже, да? Ну, в какой-то, я не знаю, как бы раньше это не было. Я картинами раньше не зарабатывала, но у меня была профессия связана, я работала в Монако, я работала, ну, в плане бьюти сферы, там, майкап, грим. Вот. А это было мое хобби. Ну, вот я дружна с Медведевым, если знаете, вот у него списала картину. Ага. Он мне разрешил. Понятно. Вот. Но все художники говорят, что надо мне работать над своим стилем. У меня его нет. Я могу спародировать какой-то стиль, но свое придумать, это будет только графика или пастель. В масле мне это не очень-то удавалось. Тут же дело в технике, дело в вашем видении. Вот, Алла, ну вы очень трудяга большая, у вас, посмотрите, сколько работ. Вам надо все привести к общему знаменателю вашего логического действия. Да. Начните с самого простого. Правильно сделали, что вы взяли за портреты цветов. Посмотрите, какой у вас эмоциональный портрет тюльпана. О нем можно сказать, как о человеке. Да. Это вот ваше такое, знаете, видение внутреннего состояния этого тюльпана. Он раз расцвел, и вот-вот уже эти лепестки будут опадать. То есть у человека тоже есть такое состояние, когда он все в жизни уже сделал, а дальше, а куда жизнь девалась, да, развел руками. И вот что я вам могу посоветовать? Вы все правильно делаете. Начните с портретов цветов из самых маленьких натюрмортов, которые вы напишете с натуры. Если вам понадобятся наши советы, вы можете купить модуль номер один, и мы с вами будем встречаться и вести вас по профессиональной линии. Потому что вы уже состоявшийся художник, вы умеете рисовать, вы умеете мыслить, у вас рука хорошо поставлена, вы можете скопировать, но вам надо все привести. И вот, знаете, я логический мыслитель. Я скажу людям о красоте цветка или о красоте, допустим, ветки с вишней, самой простой, да, или о красоте пяти яблочек. Не надо замахиваться на огромные какие-то композиционные схемы, там, где будут космические существа, многофигурные композиции, не надо. Начните с самого простого, что приводит вас в восторг. Даже вот если вы идете по базару, что вам больше всего нравится из фруктов? Возьмите, купите грушу, допустим, да. Купили грушу, поставили ее на фоне глинобита, осветили естественным светом и написали ее. Возможно, целую, возможно, в разрезе, но вы ее написали с натуры, да, облокотились на натуру, как на самую свою, как сказать, лучшую учительницу. Выучили светотень хорошо по фрагментарным ситуациям, которые мы тоже предлагаем. И выстроили ее как свою картину, но вам будут аплодировать за самую простую картину, которая сделана профессионально. Мы вам можем чуть-чуть помочь в этом, если захотите. Ну, правильно, в поиске своего творческого пути надо начинать с простого. То есть действительно много всего есть, разный стиль, разный подход, разный сюжет. Надо на самом деле действительно брать за основу такой жанр, который называется символизм. Возьмите, у нас вот Елена с Владимиром, они в символ возводят в данном случае цветы. Каждый цветок, он здесь как символ в этих картинах. А вот я сейчас сижу в мастерской Елены. Полно работ есть, где просто один чайник, одна лампа. Все гениальное просто, действительно, потому что сразу пытаться большую композицию и в ней найти себя сложновато будет. Немножко подожмем время общения, потому что сильно растягивается у нас. Аллочка, есть у вас еще какие-то вопросы? Нет, я просто буду слушать. Хорошо, спасибо вам за информацию. Приятно, что вы с нами. Хорошо. Так, Аллочка, тогда микрофон. Ага, я могу вам выключить микрофон. Так, Татьяна Денчева, как у вас с микрофоном? Попробуйте нам что-то сказать. Танечка, Танечка. Вы нас, наверное, слышите. Татьяна? Татьяна, слышно нас? Вот что-то с микрофоном у вас. Мы вас не слышим. Что-то с микрофоном. Давайте, чтобы мы не задерживались. Так, секунду. Лида Сорокина, вы готовы с нами поговорить? Да, здравствуйте. Меня слышно? Здравствуйте. Да, Лидочка, отлично вас слышно. Слышно, слышно, отлично. Я просто, я себя не вижу. Зато мы вас видим, хорошо. С этим вопросом. Ну, я переключилась в другое окно, где на настройках. На настройках я себя вижу, но я вас не вижу сейчас. Очень страшно. Вот. Все, я лучше буду вас видеть. Здравствуйте. Мы уже как-то очень давно тоже онлайн встречались, на встречу в зуме с Еленой. Боже, я первый раз с вами пообщалась. Прекрасно. Сейчас второй раз общаюсь. Вот. Немножечко я отстаю от графика по цветам, но ничего страшного. Я тюльпанчик нарисовала и буду приступать к подснежникам. У меня сейчас, ну как сложность, я вашу технику уже давно сама осваиваю. Вот этот первый марафон, который я купила, чтобы уже конкретно идти в правильном направлении. У меня несколько картин по вашей технике написано. Но здесь вот именно с этим марафоном я уже начинаю понимать какие-то мелочи, которые раньше мне были непонятны. Это радует. Вот. У меня сейчас, вот я на себя так посмотрела, как я тюльпанчик этот нарисовала, я вам покажу его сейчас. У меня такое ощущение, что я очень боюсь вот этой вот художественной испорченности красивой вот этой. Я про подболевок сейчас говорю. Потому что, в принципе, я художник пейзажей, я рисую пейзажи, и у меня там все романтично, ну тоже в своем стиле, но аккуратность присутствует. И поэтому я именно хочу уйти вот в этот художественный беспорядок. Ну, я так думаю, что я продвинусь все-таки. Мне поможет ваш марафон. Я сейчас попробую. Покажите, как я работаю. Не знаю, как оно будет тут вот смотреться. О! Да. Все видим, видим, Ира. Да. Не знаю, как изображение четкое или нет. У меня фотографии есть. Я, в принципе, могу ее в Телеграм выставить. Все видим. Да. Тут, как бы, у меня как-то, ну, философия этой картины такая, что вот, если видно, не знаю, по качеству видео внизу, там, как бы, такой немножечко пергамент с арабскими письменами. Видно, хорошо. Видно, хорошо. Да, как бы, вот, я еще название не придумала, но такое вот, как будто бы кто-то написал мужчине, женщине свое любовное письмо, приложил дурбан к этому письму, и вот как-то вот так вот это все выглядит. Вас зовут Ирина, да? Ира вас зовут. Лида, Лида. Лида. Лидочка. Смотрите, весь цветок мне очень нравится. Кроме одного дела. Он... Кроме... Он сильно круглый. Тюльпан надо немного... Вы это не используете, ну, не считайте, что это, ну, все, да, сильная ошибка. Вы подожмите ей вот эту вот, знаете, круглоту немного, выстроите, да, Вовочка, фоном, вот это вот такое впечатление, что это другой цветок. Нам все-таки надо тюльпан тянуть вертикалью вверх. Значит, брюшко немножко подожмите. Да, да, да. У меня почему-то круглый получился. Что еще? Падающая тень хорошая, да, Вова? Ну, видите, извините, я вас что-то напеваю, я, как вы уже догадались, я писала по вашему мастер-классу, я с натуры не писала, потому что нет у меня здесь тюльпанов, вот. И поэтому тень, вот, как вы говорите, сама сочиняла, но ее трудно сочинить. И мне низ, вот, где вниз стебель уходит, мне она там не нравится совершенно, она какая-то вот неестественная. Она хорошая. Как раз стебель наиболее удачная. У вас стебель замечательный. Вообще нет претензий. Да, у вас, вот, немножко мне, знаете, как, цвет цветка, цвет, вы можете такое оставить, но дайте на него небольшой рефлекс. Вот, вот, можете даже снизу или с боков дайте рефлекс, или зеленого кобальта светлого, так, или вот этого вот синего, который у вас на стене. И смотрите, сильно не разбелите. Вот больше, чем разбеленный, больше не надо делать. Немножко поджмите брюшко ему и дайте рефлекс холодненький снизу. Вот, а так он хороший, да, Вовочка, он приятный. Мне больше всего нравится стебель, это какое-то конструктивное архитектурное сооружение. Спасибо, спасибо. Стебель и падающая тень, отлично. Вот только к самой головке маленькие претензии. Хорошо, Лидочка? Вот тень, стебля спорит с самим стеблем, получается. Так и должно быть. Нет, нет, это не страшно. Это не страшно, а так и хорошо. И проявленные тексты, это тоже ваша находка, очень приятная, на тонких отношениях сделана. А вы из какого города? Павел, озвучивай, из какого города кто? Я сама соберячка из Омска, в Омске родилась, но уже лет 18, наверное, живу в Греции, Халкида. То есть, уже... Так, Лидочка, тогда вот то же самое, что я давала и предыдущим студенткам. Любой цветок возьмите, купите или сорвите и препарируйте его. в, допустим, в больших, ну, в очках или под лупу, чтобы вы видели, из чего состоит. Просто разрежьте и с ним, как сказать, подружитесь с этим растением. Пусть будет другой цветок, но вы должны знать, как по нему идут соки для расцветания. Тогда вы не будете только относиться к поверхности растения, вы будете понимать, что внутри происходит сильная жизнь. Так же, то же самое, когда деревья рисуем. Мы же неспроста записывали видео, где Елена каждый цветок препарировала, делала ему графическую зарисовку. Это, как бы, одно тоже из важнейших домашних заданий, поэтому... Я смотрела, я даже делала. Да, очень важно понять строение, когда он будет действительно анатомически правильно построен. Хорошо, Лидочка, есть у вас еще какие-то вопросы? Ну, так, на вскидку нет, в принципе. Все, у нас на следующей неделе еще будет встреча следующая. Хорошо, хорошо. Да, безусловно, это будет все ваши работы и вопросы, можете к этим работам публиковать в чате, который мы сделаем. А куда, в Телеграм, вот туда в чат, да, именно... Да, в Телеграм-чат, в Снешвара ссылка со социальным чатом закрытым, где уже многие общаются, но там на самом деле в чате человек 15, хотя у нас 30 участников. То есть мы чисто технически не можем победить эту ситуацию, надо, чтобы все подключились. Там хорошие дискуссии идут. Хорошо, Лидочка, спасибо вам. Спасибо. Перекращаю дальше. Я хочу с Татьяной решить, денчивой, слышно ли вас. Можете нам... Я вас слышу. О, отлично. И мы вас слышим, наконец. Да, да, да. А ну, была, пожалуйста, Татьяна. Говорит, я вас понимаю, но не могу говорить. А мы можем по-болгарски говорить. Говорят по-болгарски, что все разбираем. Вова умеет. Да, да, да. Я... Вы задавайте вопросы на болгарском. Много смеетели в София и че ви е было приятно тук. Той пак. Това е дала ваша младост. И така. Много съм ви благодарна за уроките. Я навичок. Никогда я не расевала. И увидела вас в Ютубе и, извините, очень плохой язык мой. Но чудесно понимаем вас. А мы вас понимаем. Прекрасно. Говорите билгарски. Аж будем отвечать на руско. Окей. Аз немам въпроси. Всичко, което кажете, го приемам. Колко разбирам. Не знам. Затова съм на тези уроки, за да чуя вашето мнение за моите работи. Не щука, кой знае какво. Покажите вашите работи. Моите работи. Супер панчи. Супер, хорошо. Выше чуть-чуть, выше. Вот просто замечательно. Это что, не рисовала никогда? А вот там что за линия такая интересная? Это болгарский орнамент. Умничка! Молодец, Даня. Мне нравится конструктивность. Это очень конструктивно. Я не нарисовала. Я не могу, но люблю идти в мои коллекции. И теперь я рисоваю. Пусть Таня поставит вуальки кроплаковые. Так, ну слушай, замечательная работа. Замечательно. Мне больше всего нравится, что вы архитектор. Посмотрите, как вы делаете архитектурные сломы. Да, Вова? Да, да. Конструкцию очень хорошо лепите. И располагаете светотеневое решение очень хорошее. То есть у вас понятно, откуда источник света, как он заворачивает форму листа. И вот Лена советует, и я тоже присоединяюсь. Вы же, наверное, уже поняли, что такое лессировки, вуальки, да? То есть с жидкой краской, разведенной домарным лаком. Вот в предыдущей работе, там где тюльпа, сделайте лессировки, там где кусочки белого холста. Краплак розовый. Краплак розовый, вот он туда станет то, что надо. Здесь тоже посмотрите. Как будто бы аромат цветка, переведите на болгарский. Аромат цветка. Аромат так и будет аромат. Как будто бы он пахнет, этот тюльпан, да? Вот эти вот лессировочки дадут, в эти серые подмалевки дадут от цвета самого цветка. И будет вода. Хорошо? Да, благодаря. А к этому, к, дай мне мой, кляксу надо сделать. К посредине, который висит. К подснежникам сделайте цветовую, ух ты, ну давай смелее, цветовую кляксу. Там скучно по цвету. Вот такую. Да. Ляпанете потом, намешаете цвет, который вам нравится примерно, да? И ляпанете в любом месте, там где череночки, оно немножко отвлечет от вашей прекрасной графики. В сторону живописи. Или в сторону декоративки. Обязательно глянцевые кляксочки сделаете. И все, не трогайте, не замочьте их, потому что они очень хорошие у вас. У этих кляксов был небольшой урок на основе этой картины. У нас в инстаграме бесплатно есть, на нашей странице. Можете посмотреть, если кто-то пропустил. Но это в уроке, по-моему, нету с подснежником. Поэтому это классный прием. У нас в инстаграме бесплатный видеоурок. Посмотрите. И тогда вы сможете сделать. А у вас конструкция. Я вспоминаю, что у меня был очень мягкий украинский акцент. И меня учили. И я сама далеко я говорю в Мека. А у вас... Вы говорите твердо. Кто был в Белгарии. Я не это София. София. Мы любим вашу страну. Старозагорка. Старозагорка. Ого. Вова там вообще жил и учил. Дирозагорка. Но я по-моему тут пиво. Все. Молодец. Продолжай дальше в том же духе. И считай, что ты профессиональная художница. Благодаря. Да? Уже. Главное в начале быть обязательно безоговорочно, послушно послушной студенткой. В начале, да? Как только у тебя вырастут крылья и ты наполнишься нашими знаниями, да? Ты сразу начнешь мягко переходить на свой почерк. Но сначала надо наполниться знаниями. Не надо с первого занятия сразу начинать свое рисовать. Наши знания должны стать вашими знаниями. Да. Я знаю, что купируют. Просто самостоятельно не умеют. Вот иди сначала шаг в шаг за нами. Потом, когда наполнишься этими знаниями, тогда уже свои цветы начнешь рисовать этими правилами. Да. И тогда подписывать работы своей фамилией, продавать их, делать выставки. Но сначала надо наполниться знаниями. Да. Благодаря. Спасибо. Танюш, вам с Болгарии в Одессу тут за углом приехать. Сейчас София, Одесса, самолеты. Главное, чтобы пандемия закончилась. Мы вас тут примем, в море искупаем и порисуем вместе. Хорошо, Танечка, спасибо вам большое. Слишком холодно. Слишком холодно. Слишком холодно. Все, Танечка, я вам выключаю микрофон. Спасибо за информацию. Я вам скажу так, что, наверное, не за горами все-таки уже будет у нас комьюнити англоязычных студентов. Потому что у нас так, ну, не очень быстро, но потихонечку мы переводим уроки и озвучиваем на английский язык. Вот. И я думаю, что в ближайшее время уже будем их все публиковать потихонечку. Так. Я хочу дать слово Танечке Соколовской. Включите микрофон, Танюш, сами. Да? В устройстве, чтобы мы вас услышали. Нет, мы вас сейчас не слышим. Вам нужно включить микрофон в устройстве, с которого вы смотрите. Там где-то должна быть иконочка такая. Иконка включить звук. Включить порт. Да. Слышим, Танечка. Слышим. И видим прекрасные работы у вас там. Меня слышно? Да. Слышно? Слышно, да? Слышно, слышно. Я вас не слышу. Леночка, дорогая, любимая. Боже мой. С приходом вашей семьи вообще в наш дом. Я не знаю. Я извиняюсь, конечно, перед всеми другими зрителями. Я настолько вас люблю. Вы настолько мне родные, дорогие люди. Спасибо вам, наверное, огромное выскажу от всех ваших учеников. Во-первых, тут, когда я, конечно, как и все вас увидела, я не буду долго говорить, потому что мало времени, я понимаю. Конечно, это потрясающе то, что вы делаете. Огромное вам спасибо. Но я бы хотела задать конкретный вопрос. Я живу в Эквадоре сейчас. Так сложилась моя жизнь, что я не специалист. Я доктор наук по немецкому языку. Я всю жизнь преподавала немецкий язык в Дюссельдорфе 25 лет в Гёте-институте. Но мой папа, он был в свое время в Киеве директором строительного института, архитектором. Может быть, поэтому у меня такой интерес к этому возник. Но я не могу жить без рисования. Не могу. Я живу каждой информацией, каждым листочком. Я могу вычитывать сутками и рисовать. Для того, чтобы к вам перейти, я сначала сделала курс такой онлайн-графики. Понимать вообще, что это такое. Жив, архитектура. Вот как с Владимиром я рисовала части архитектурные в Одессе. Я поняла, что мне нужны базис. Просто элементарные. И я, в общем-то, там всего, как рисована, хваталось. Но сегодня мне безумно нравится это. Я хочу заниматься только с вами, только этим направлением. Но у меня вот такой вот вопрос. Например, скажите мне, пожалуйста, любая, например... Вот мы когда-то туфельки рисовали, они получились. Это первые мои туфельки, первые родные с вами. Скажите мне, пожалуйста, могла бы я вот такого плана картины скомпонировать вместе, например, с цветами? Или, например, очень простые туфельки, характеризующие абсолютно простую женщину рабочую. Например, с жемчугом. То есть сопоставить несопоставимое. Вот мне очень это интересно. И вот так как мы сейчас разбираем цветы, скажите, пожалуйста, мне, можно ли составить несопоставимые цветы? Ну, тем не менее, чтобы они... Это была композиция. И это было интересно смотреть. Как вас зовут, девушка? Как вас зовут? Танечка, да? Пропал звук, пропал звук. Не слышим вас. Танюш, включите микрофон, чтобы вы были на связи. Вопрос понятен, да, Лена? Да, понятен. Татьяна, да, Таня? Не слышит. Слышишь, Танечка? Слышите? Нет, не слышите. Юрина, где? Ага. Пока мы говорили, мы уже забыли. Татьяна, с голосом. Как? Танечка, слышите нас? Плохо, но я буду догадываться. Ну, я вот ближе сяду. Танечка, вот скажите, у вас есть семья, да? Да. Вот скажите мне ответ на вопрос на ваш. Вы в семью к себе примете инородца? О, поэтому не будем мудрствовать лукаво. А то, что вы перечислили, к туфелькам жемчуг идеально, к туфелькам цветы идеально, к туфелькам салфетки вышитые. То есть женский мир будуара, да, имеет право, вот если у нас главный герой туфельки, да, и это вы глава семьи, да, вот вы кого примете к себе в семью, примеряйте. Это надо научиться выстраивать натюрморт правильно. Значит, вы, что надо сделать первым делом, вы должны взять из фрагментарных ситуаций безукоризненный натюрморт, да, вот это есть фрагментарные ситуации, там, где мы обучаем по полчаса таким маленьким, маленькие уроки, да, которые людям помогают встать на ноги профессиональные. А вы меня слышите? Я слышу, Лена. Слышите, да? Я слышу. Слышите, да, допустим, или цветок и газету. То есть это две разных интеллектуальных территории. Значит, туфельки у вас глава семьи. Значит, кого они примут рядом с собой лежать? Присмотритесь к женскому бодуару, да, допустим, актрисы немого кино или балерины, что они приходят в бодуар? Они скидывают свои драгоценности, они приносят охапки цветов, они бросают туфельки, любовные записочки, флаконы духов. Все туда, в эту территорию. Это одна интеллектуальная территория. И вот мы, прежде всего, художники-мыслители. Ни в коем случае нельзя делать разностилия в сторону разных логических направлений, да. Учимся мыслить логически. Если молоток, то рядом гвозди. Если рубанок, то рядом деревяшка. Если цветок, то рядом вода. Я хочу сказать, что не должно быть самоцелью несопоставимые предметы соединять. То есть я понимаю, что у вас есть идея сделать необычную композицию, я так это понимаю, ваш замысел, за счет несопоставимых предметов. Но эпидировать можно и другими способами. С помощью, допустим, цветового контраста, необычного расположения композиционного и так далее. Способов очень много. Но всегда надо придерживаться того принципа, о котором только что Лена говорила. То есть они должны быть с одной интеллектуальной области, вот эти предметы. Поэтому на очень правильном пути к жемчугам, к туфелькам вполне подходят цветы тоже. Жемчужная ниточка. Да, жемчужная ниточка. И у Лены есть много таких композиций. И еще, вы знаете, я живу в Эквадоре сейчас. Так сложилась жизнь. Он открыл ферму. В общем-то мы очутились в Эквадоре, который я для себя открыла. Удивительная страна. Никогда бы в жизни себе не представлена, что такой красоты вообще кусочек Латинской Америки будет. Мы перед этим жили в Марбее долгое время. Так я хочу сказать, что Эквадор не хуже Марбее. Очень интересные здесь пейзажи, интересные листики, интересные цветочки. Но у нас нету, конечно, подснежников. У нас нету тюльпанов здесь. Эквадор – это страна роз. Невероятных роз различных. Мне, конечно, сложно рисовать, потому что нету тюльпанов. Но я... Таня, напишите с нами марафон. А потом по правилам этих... Себе сразу записывайте правила. Эти правила отдельно себе запишите, которые вам нравятся из этого марафона. Кстати, всех девушек касается. Как только вы почувствуете какое-то правило, которое вам по душе, ну, наше с Вовой правило, возьмите себе его, запишите, как, допустим, да, падающая тень одного предмета переходит в свет другого предмета. Да, допустим, такое правило увидели. И вы поняли, что это правило вам подходит. Возьмите себе, запишите, как лозунг, в себе в такую тетрадку специальную, там, где вы обучаетесь. И эти правила выписывайте себе. Потом по этим правилам вы любые цветы нарисуете. Только прошу вас, сначала разрезали, познакомились, зарисовали графически, как ботаники, самые настоящие, да? Вот. И потом только начали рисовать только с натуры. Не старайтесь рисовать цветы с фотографии. И вообще, все, что нарисовано с фотографии, считайте, что это не произведение искусства. Особенно живые существа, кошки, собаки, животные, деревья, лица, люди, цветы. Это все надо рисовать с натуры или по воображению. Но сначала очень хорошо выучить их конструкцию, из чего они состоят и почему они вообще двигаются, да? Павел? Спасибо огромное вам за ответы. Танечка. И спасибо за ваш труд. Спасибо огромное. Танечка, спасибо вам. Как только будут самолеты, я первым по самолетам к вам пришлют. Мы вас ждем всегда. Обниним с удовольствием. Да. Спасибо вам большое. Всего доброго. Всего доброго. Да, сейчас я хочу вам показать. Я переключился на другое устройство. Слышно меня, да? Да. Я сейчас нахожусь в мастерской у Елены. Перебрался сюда. И у меня тут такое волшебство. Я просто не могу не поделиться. Посмотрите, как солнце пришло из окна. И как оно попадает на картины. И просто волшебство на самом деле. Так просто. Легкое лирическое отступление. Очень опасная картина, даже, врач. Но сочно заберешься. Шторы повешу в ближайшее время. Хорошо. Так, Танечка, спасибо. Сейчас, одну секунду, я переключусь. Я хочу дать слово Вере. Где же Вера у нас? Какие кошки красивые. А Вера вышла? Куликова, да, Вера? Только что тоже была с нами. Я смотрю, многие поуходили. Могу понять, почему. Ну, из тех, кто здесь присутствует, на самом деле, мы со всеми поговорили. Давайте будем эту встречу называть, наверное, пилотной. Потому что мы попробовали, как работает платформа Google Meet. В принципе, можно работать. Единственный минус, который я вижу, что мы не видим себя. Мы не видим свою камеру, что немножко неудобно. Ну, может, в следующий раз в Zoom соберемся, посмотрим. Вот, всем участникам я хочу, конечно, выразить благодарность за вашу смелость, за то, что вы подключились к такому, ну, с одной стороны, вроде сложный марафон, с другой стороны, максимально простой. Старались мы сделать эти уроки очень доступными. Давайте будем пробовать дальше проводить такие арт-состязания. И тем более в конце еще поборемся, вы поборетесь за набор призов классных. Вот. А для нас главные призы – это ваши отзывы, которые вы… Ваш позитив, который вы несете в нашем направлении, для нас это очень важно. Вот. Что еще? Что еще? Продолжаем работать по расписанию. Следующие у нас цветы какие? Уже и не помню, наверное. Там, по-моему, нарцисс будет. Царственная орхидея. Да, орхидея. Ну, там мало, по-моему, что-то хочется сказать. Там нарцисс. Сзади Елены и Владимира как раз висит вот этот патчворк из работ студентов, которые вживую писали картины на мастер-классах у нас здесь, в арт-центре в Одессе. Как раз мы их специально так повесили. Это Елена решила сделать необычную развеску. По-моему, очень интересно и можно максимально быстро сравнить, где ученик, где учитель. Тоже такой небольшой интерактивный, Так, все, мы больше никого ждать, конечно же, не будем. Все, кто, допустим, не успел задать какие-то кардинально важные вопросы сегодня в чате и в онлайн-общении, спокойно присылайте вопросы в нашу группу, в Телеграм или в Фейсбук. У всех какие красивые домашние животные. Это супер, да. И кошки, и собачки присутствуют. Очень классно, у всех уютно так. Видно, что все творческие люди. Следующий раз, наверное, проведем тогда встречу из вашей домашней мастерской. У вас там дома тоже красивые котики. У нас дома кошки и попугаи. Да, хорошо, все, будем завершать. Оставайтесь с нами и... И верьте в свои силы. Да, мы верим в ваши силы. Запись мы эту сохраним. Я надеюсь, что у нас получилось ее записать и выложим ее на YouTube. Потом в ссылке вы их получите. Ну, вдруг кто-то захочет пересмотреть. Многие сегодня просто не успели физически, у кого-то не получилось. Поэтому, если что, будем отвечать в письменном виде на вопросы. Либо подключайтесь вот к кураторству, о котором говорила Елена. То есть, там, можно любые вопросы решать онлайн сейчас. Елена вас будет за руку вести. С Владимиром они дадут вам зайти в тупик. Я не знаю, кто-то у нас из сегодняшних участников был уже на онлайн, на кураторстве или нет? Нет, нет у девушек моих. Где-то человек сейчас 20 по миру учится у нас по модулям. Есть такие модули, знаете, выстраиваем. Как обучаться профессионально, чтобы не попасть в неправильное направление в искусстве, чтобы вас не затоптали. Медленно, но верно идем к профессионализму. Да, в этот период с всей этой странной ситуацией, с пандемией, конечно, для нас это большая победа, что мы можем позволить себе вот так общаться свободно. Посмотрите, у нас здесь Болгария, Эквадор, Россия, Украина. Очень классно. А вообще у нас, конечно, уже более 15 тысяч подписчиков по всему миру. И, конечно, есть у нас тоже такие страны, которые для нас очень далекие отсюда. И Австралия, и в Азии у нас есть люди. Ну, мы всем рады. Хорошо, будем завершать. Классно, что уложили сейчас. Хотя, если бы были все, думаю, все это бы затянулось. Надеюсь, что вам подходит такой формат общения. Я думаю, что в дальнейшем будем примерно в таком же формате общаться. Все, будем заканчивать. Всем спасибо за участие. Счастливо. Счастливо. До свидания. Творческих успехов. Всегда с вами. А вот Вера Куликова к нам пришла. Верочка, вы можете еще успеть поговорить с Еленой, если вы микрофон включите. Потому что мы уже вроде как прощались. А вы… Верочка, включите микрофон на устройстве свое. Включен? Включен, слышно. Верочка, задавайте вопрос. Здравствуйте. Добрый вечер. Леночка и Володя. Я вас однажды была на уроке в Москве. Счастлива, да и до невозможности. Вы вот самые замечательные педагоги в мире. Спасибо. На самом деле, я вас очень люблю. Вас все, наверное, любят. Так, ну я сейчас, чтобы не отвлекать никого, сразу от этого работаю. Так, это вот тюльпанчик. Ближе, ближе, ближе. Ага. Ну, замечательный. Верочка, замечательный. Выше поднимите немножко. Выше. Замечательный. Давайте, продолжайте в том же духе. Можете черенок ниже опустить немножко. Ну да, это я просто уже... О, супер. Замечательно. То же самое. Сделайте, пожалуйста, глянцевую кляксу. Вот такую глянцевую кляксу сделайте, чтобы их объединить. Они замечательные. Вуальки сделайте и глянцевую кляксу. В таком синем исполнении. О! Ну, я помню, только сегодня вот я так вот. Молодец. Здесь, наверное, нужно высветлить, да, и наверху как-то немножко. Веронька, здесь они немножко далеко друг от друга. Попытайтесь еще что-то сделать, чтобы их друг к другу приблизить. Я хотела еще два туда вошнуть, но потом решила, что достаточно. Попробуйте какую-то графику там. Попробуйте какую-то графику туда внедрить. Очень знакомо. И надо объединить, чтобы они были в одной семье. Они далеко друг от друга. Поцарапать можно графические элементы, вот эту ботаническую иллюстрацию, такую тонкими линиями, было бы, наверное, супер. Когда графику грамотно добавляют в живопись, это вот Владимира Ильичева фишка. Он берет графику, и начинает набрать графические элементы, и сразу по-другому выглядит произведение искусства. Она более такая интересная. Знаете еще что можно сделать, Вера? Вот эти, которые далеко друг от друга, их можно взять каждую в свою паспорту. Или вот эта, которая посредине, возьмите ее, как будто бы она отдельно, да? Это цветочная композиция, как будто бы она в своем паспорту. И от паспорту маленькое падающее как раз даст, ну, займет то место, промежуток этот, да? Я всегда говорю, что рисуем один цветок, к нему пририсовываем другой, к двум пририсовываем треть, да? Но так как они у вас отдельно друг от друга, значит, делайте средний в своем паспорту. Вы поняли, как можно сделать, да? Как будто бы вы ботаник, и вы среднему цветку даете преимущество. Понимаете? Хорошо, да. Вы будете так сделать. Это не можно, надо все вычислить и немножко. Есть у вас вопросы какие-то еще? Нет, вопросы. Спасибо, у нас еще есть Светлана Холодная, вы готовы с нами поговорить? Стеточка, тогда надо звук включить, этот микрофон, посмотрите, в устройстве ваше. Нужно нажать, включить микрофон, посмотрите. Если вы с компьютера смотрите, внизу иконка микрофона, перечеркнутая, нужно нажать на нее. Так, вот еще какая-то девушка с нами. Светлана, откуда? Светлана, да, микрофон нужно включить, потому что мы вас не слышим. Прямо внизу по центру экрана, я вижу, что вы с компьютера вроде бы смотрите. Внизу иконка микрофона по центру должна быть у вас. Нужно ее нажать, включить. Я этого сделать не могу, получается, здесь только каждый пользователь сам включает себе микрофон. Посмотрите, там вот настройки, опции, там три точки должно быть. Где-то вот на экране, сейчас я демонстрацию экрана сделаю у себя, и вы посмотрите. Вот, видно, видно мой экран. Светочка, смотрите, вот внизу, внизу три кнопки. Если у вас так же выглядит экран, вот микрофон. Красный, вы должны на него нажать, он у вас появится. Либо у вас просто микрофон не настроен, поэтому так выглядит, что нету звука. Ну, хорошо, но мы, как бы... Ничего страшного. Да, ничего страшного, в любом случае, вы можете нам писать в Телеграм. Обязательно все подключайтесь в Телеграм, там идут хорошие дискуссии, все общаются и публикуйте свои работы. Вот, мы будем, наверное, завершать. Светлана как раз раздается, я думаю, с микрофоном. И другие наши участники, кто сегодня не успел присоединиться к нам, на следующей встрече смогут задать свои вопросы и показать уже 4 готовых картины. На самом деле, я надеюсь, что это не сильно сложное было задание из 6 картин. Я надеюсь, что вы с ним все справитесь. Но там еще были домашние задания, насколько я помню, написать эссе, то есть свое поведение, творческое свое понимание о каждом цветке. Не стесняйтесь, пишите, выкладывайте, мы будем это все публиковать. Это является важным этапом творческого развития, который мы постарались заложить в этот марафон. Но, с другой стороны, не хотели сильно его усложнять. Поэтому, я думаю, что все справятся с этим. Хорошо, мы будем заканчивать. Спасибо всем за внимание. Елене Владимировне отдельная благодарность за столь щедрое общение. Всем счастливо. Отключаемся. Спасибо. Продолжение следует...